Для онкологических больных характерен высокий риск развития тромбоэмболических осложнений, которые ухудшают дальнейшее противоопухоль лечения и занимают одно из лидирующих мест или причин смерти. От 15 до 35% онкологических больных имеют клинически выраженные тромбоэмболические осложнения. Посмертные исследования показывают, что среди больных, умерших от рака, частота тромбоза может достигать 50%. При этом смертность онкологических больных с тромбозами, особенно в первый год после установления диагноза злокачественной опухоли, несколько раз выше, по сравнению с больными без тромбоза. С другой стороны, среди всех пациентов с первично выявленным эпизодом венозного тромбоэмболического осложнения у 4 до 12% больных затем выявляется так называемый скрытый оккультный рак. Причем у этих пациентов рецидив венозных тромбозов наблюдается в несколько раз чаще по сравнению с пациентами без онкологического заболевания. Таким образом, в настоящее время доказана тесная связь между онкологией и тромботическими осложнениями. Резид тромбоза в еще большей степени усиливается при проведении оперативных вмешательств. Исследования, проведенные в нашем центре ранее, а также результаты, представленные на последних международных конференциях, свидетельствуют. У 50-60% оперированных онкологических больных развиваются тромбозы глубоких вен нижней конечности в послеоперационном периоде. При этом часть тромбоза формируется уже на операционном столе и в первые трое суток после операции. Большинство тромбоза протекает бессимптомно. Таким образом, само хирургическое вмешательство является еще одним дополнительным фактором риска развития тромбоза. В настоящее время накопилось достаточно сообщений о повышенном риске развития тромботических осложнений у пациентов, которые получают различные режимы, различные виды противопухолекарственной терапии. На данном слайде представлены различные режимы химиотерапии и примерная частота тромботических осложнений, выявляемых при этих режимах. Если онкологическому пациенту ставят диагноз венозного тромбоза, в частности, проксимальную и дистальную тромбоза в глубоких вен нижних конечностей, то какие же клинические рекомендации в отношении терапии рак ассоциированного тромбоза? До последнего времени основными препаратами для лечения тромботических осложнений были низкомолекулярные гепарины, которые доказали свою эффективность и безопасность. При этом продолжительность лечения тромбоза составляет минимум 3 месяца, а по последним исследованиям даже 6 месяцев. В последние годы в клинической практике появилась новая группа препаратов – прямые оральные антикоагулянты. Это таблетированные препараты. В России зарегистрировано 3 препарата – апексабан, реврексабан и добегатран. Когда была создана эта группа лекарств, то стали они активно изучаться, в том числе и к возможности для лечения вторичной профилактики тромбоза у онкологических пациентов. Вначале эти препараты оценили по сравнению с так называемой стандартной терапией. То есть первая группа пациентов получала прямой оральный антикоагулянт, а затем вторая группа пациентов получала низкомолекулярные гепарины 5-7 дней. Это стандартная терапия. И затем больных переводили на антагонисты витамина К. И в этих исследованиях эти препараты, прямые оральные антикоагулянты, доказали свою эффективность. В последние годы уже эти препараты оцениваются, то есть их возможности для лечения вторичной профилактики тромбоза у онкологических пациентов по сравнению с низкомолекулярными гепаринами. И в некоторых исследованиях, в частности, есть представленные исследования Силет-Ди, где больные получали, одни пациенты получали реворексабан, вторая группа пациентов получала дельтепарин. Оказалось, что это более эффективный реворексабан в лечении тромбозов при сопоставимой частоте больших кровотечений. При изучении еще одного препарата апексабан было показано, что он также эффективен, как стандартная терапия, предотвращение рецидива венозных тромбоэмболических осложнений и смерти, связанных с венозным тромбоэмболическим осложнением. Но при этом интересно, что применение препарата апексабан привело к достоверно значимому снижению риска основных видов кровотечений, то есть большого кровотечения, большого клинически значимого и клинически значимого небольшого кровотечения по сравнению со стандартной терапией. При этом ИЛИКС, это единственный прямой оральный антикогулянт, показал сопоставимую безопасность по сравнению с плацебо. Этот ряд проведенных исследований позволили международным рекомендациям последних лет включить прямые оральные антикогулянты наравне с низкомолекулярными гепаринами в качестве терапии первой линии у пациентов с онкоассоциированными тромбозами. Согласно рекомендации РУССКО с этого года также помимо низкомолекулярных гепаринов, гепарина натрия, фондопаринукса натрия, прямые оральные антикогулянты включены в основной список для лечения вторичной профилактики тромбозов у онкологических пациентов. Естественно, как и любые препараты, прямые оральные антикогулянты имеют определенные ограничения, то есть рекомендованы при низком риске кровотечения и отсутствии лекарственных взаимодействий с текущей химиотерапией. Есть группа больных с высоким риском кровотечения. Это пациенты с опухолью, преимущественно верхних отделов желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и даже эрозинно-ясными поражениями желудочно-кишечного тракта, где предпочтительнее низкомолекулярный гепарин. Также прямые оральные антикогулянты следует осторожно применять с комбинациями с препаратами, которые или подавляют активность цитохрома, это группа ферментов, или наоборот повышающие активность этих ферментов. Следующий раздел – профилактика венозных тромбоэмболических осложнений у хирургических больных. Согласно рекомендации РУССКО, всем пациентам с онкологическим заболеванием, подвергающим большому хирургическому вмешательству, рекомендуется профилактика тромбоэмболических осложнений. Следует использовать низкомолекулярные гепарины, нефракционированный гепарин или фондопарину с натрия при отсутствии прямых противопоказаний. Это активное кровотечение или высокий риск кровотечения. При этом продолжительность профилактики после операции должна составлять минимально 7-10 дней. А для отдельных групп больных, оперированных на органы брюшной полости, малого таза, при наличии дополнительных факторов риска, рекомендована продленная профилактика низкомолекулярными гепаринами до 4-х недель. Представлены препараты антикоагулянты, которые рекомендуются в послеоперационном периоде. Это низкомолекулярные гепарины, гепарин натрия и фондопарин с натрия. Следующий раздел – профилактика венозных тромбоэмболических осложнений в процессе противопухолевой лекарственной терапии. Рутинное проведение антитромботической профилактики венозных тромбоэмболических осложнений у пациентов, получавших противопухолевой лекарственной терапии, не рекомендуется. Однако отдельным группам пациентов с высоким риском венозных тромбоэмболических осложнений следует рассмотреть такую профилактику при отсутствии высокого риска кровотечения и межлекарственных взаимодействий. Какие это группы? Первая группа, которая оценивается по шкале Хорана больше трех баллов, причем эта оценка идет до начала химиотерапии или каждого нового режима химиотерапии. И также пациенты длительной мобилизации с клинически значимой активной инфекцией, с местно распространенным или метастатическим раком поджелудочной железы, раком легкого, раком толстой прямой кишки и некоторые другие локализации. Представлена шкала Хорана и перечень антикогулянтов, рекомендуемых, в процессе противопухолекарственной терапии. Здесь наряду с низкомолекулярными гепаринами включены прямые оральные антикогулянты. Это апексабан и реврексабан. В те проведенные исследования в последние годы свидетельствуют, что у онкологических больных всегда риск рецидива венозных тромбоэмболических осложнений выше, чем риск кровотечения. Возникает вопрос, как долго принимать антикогулянты. Известно, что после 6 месяцев лечения венозных тромбоэмболических осложнений риск рецидива существенно снижается. Но если прекратить лечение, сохраняется остаточный риск рецидива венозных тромбоэмболических осложнений. Решение о продлении терапии больше 6 месяцев следует принимать индивидуально. Какие же это больные, которым требуется продленная антикогулянтная терапия? Первая группа пациентов – это больные с активным раком. То есть давность выявления онкологического заболевания предшествующей 6 месяцев. Больные с рецидивом заболевания, с мистостазами или получавшими активное противоопухоли лечения. И вторая группа больных – с высоким риском рецидива. Больные с тромбофилией, с неполной реконализацией максимальных сегментов глубокого венозного русла или сохранение дисфункции правого желудочка по данным эхокардиографии при выписке стационара и некоторые другие показатели. Возникает вопрос, нужно ли снижать дозу антикогулянта при продленной терапии? Согласно современным рекомендациям, при распространенном опухолевом процессе дозу антикогулянта на продленную терапию снижать не рекомендовано. К примеру, если это препарат ревороксабан, то предпочтительнее 20 мг 1 раз в сутки. Таким образом, злокачественное новообразование является существенным фактором риска развития венозных тромбоэмболических осложнений. Такие пациенты чаще имеют рецидивы венозных тромбозов, а рецидивы могут быть даже связаны с повышением риска смерти в несколько раз. Адекватные же меры профилактики и лечения венозных тромбоэмболических осложнений с помощью современных антикогулянтов способны снизить частоту тромбозов, в том числе предотвратить такие осложнения, как тромбоэмболия легочной артерии, расширить возможности противоопухолевого лечения и повысить качество жизни онкологических больных. И предложение по этому разделу, первое предложение. С этого года прямые оральные антикогулянты включены наравне с низкомолекулярными гепаринами как один из вариантов лечения и вторичной профилактики тромбоэмболических осложнений у онкологических пациентов. Будем голосовать, кто за это предложение? За проголосовали 97%. Это практически 100% вариант по результатам статистики. Поэтому сами результаты говорят сами за себя. Пожалуйста, продолжайте, Оксана Васильевна. Спасибо большое. И второе предложение. Это прямые оральные антикогулянты, но именно два, апексабан и ревроксабан, включены в список препаратов для первичной профилактики тромбоэмболических осложнений у больных, получавших противоопухоль и лекарственную терапию. Проведенных исследований в настоящее время немного в мире, но в целом они позитивны. Кто за? Спасибо. Оксана Васильевна, ну вы видите, что сами цифры говорят за себя. 97% проголосовали за включение в список препаратов апексабан и ревроксабан для первичной профилактики тромбоэмболических осложнений. Именно для первичной. Ну. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...